Добро пожаловать в следующий выпуск серии «Одна библейская цитата». В предыдущих сериях вы узнали, что ангел дал команду Мариамы Иосифу, приказывая назвать ребенка Ешу, что значит Спаситель. Послушались ли они и повиновались ли ангелам? Дали ли они Христу имя, указанное ангелам? И вы бы послушали ангела, вы бы дали ребенку свое имя? Большинство людей бы послушалось ангела, зная, что это приказ божественный, и ангел был только его посланником. Так почему же сегодня большинство людей не слушают ангела и называют Христа другими именами? Некоторые делают это по незнанию, но есть и такие, кто, зная, какое имя Бог решил дать Христу и они используют других. Говорят, это не имеет значения. Но можно ли считать Божье повеление недействительным? Мариамы и Иосиф были послушны и они дали ребенку имя, которое велел ангел. В Евангелии от Луки 2 часа 21 минута мы читаем, когда наступил восьмой день, он был обрезан и его назвали Ешу, кого назвал посланник Бога, еще до зачатия, в утробе матери. Итак, у нас есть библейское подтверждение, что Христу было дано это имя на восьмой день, имя, которое ангел велел дать ребенку. Мариамы и Иосиф, они послушались Бога. Это не должно нас удивлять, потому что Бог выбрал этих людей из-за этого, что они повиновались всем заповедям Бога. У них было очень хорошее имение. Но будешь ли ты действовать так же, как Мариамы и Иосиф, ты тоже хочешь хорошего имения от Бога? Библейские приговоры, которые мы обсуждаем, были написаны для нашей инструкции, чтобы мы также могли повиноваться Богу и назовите Его Сына, как Он хочет. Может быть, когда ты начнешь называть Христа по имени Ешу, твоим друзьям это не понравится, но кому ты хочешь угодить, Бог или люди? Приглашаю на следующую встречу, на которой мы обсудим одну библейскую цитату, он также подтвердит, что Христу было дано имя, которое повелел ангел. Подписка на канал. Да благословит тебя Бог знанием и мудростью. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok